Военные эксперты предлагают сократить срок воинской службы в Казахстане. Они считают, что для получения основ боевой подготовки хватит и шести месяцев, а не года, как сейчас. Возможно, это позволит избежать новых смертей в армии. Тема снова была актуальна на этой неделе. До трех месяцев, ну или хотя бы до полугода, да, максимум. Вот мое мнение такое, этого было бы достаточно, потому что, смотрите, на сложных, в каких-то войсках, которые требуют специальной подготовки, там ведь срочники практически не служат. Вот того, что они там прошли срочную службу и просто, ну, мели там плац, я думаю, что от этого толку большого-то нет. Основу какую-то можно дать буквально за 35 дней. На череду армейских смертей обратил внимание уже и президент. Он потребовал создать целую спецкомиссию. На поручение Верховного Главнокомандующего в Министерстве обороны, конечно, не могли не отреагировать и тут же сообщили о разработке программы нулевой смертности в армии. Станет ли ее частью сокращения срока службы, пока не ясно. А вот о полной отмене набора срочников речи точно не идет. Разговоры о том, что в армии нужно что-то менять, возобновились после смерти солдата-срочника Едиля Тишибаева. Он скончался прямо в воинской части Мангистау, где проходил службу. По официальной версии, совершил суицид. С начала года это не первый случай гибели военнослужащих при загадочных обстоятельствах. Весной в Жамбылской области потеряли двоих срочников. Алтын Мендыбаева о том, куда идут солдаты. Министерство обороны забот всегда хватает. Но сейчас перед военными поставили новую задачу – защитить самих себя. В последнее время здесь участились случаи смерти срочников. И высокие чины теперь придумывают, как сделать, чтобы в мирное время солдаты не умирали. Скандалы сотрясают ведомства друг за другом. Один военнослужащий скончался в Атаре. Затем в горах Кыргызстана нашли повешенным другого срочника. Похоже, инцидент произошел и в Мангистау. Родители Едилея Тишибаева рассказывают, что накануне смерти он зачем-то просил денег. То у одного, то у другого просил по пять тысяч тенге. Я все думал, зачем ему в армии деньги. Если бы я знал, чем обернется, я бы дал ему любые деньги. Может, он не смог кому-то отдать, и его за это убили. Но в том, что он повесился сам, я не верю. Его мог кто-то повесить. Не верят версию суицида и друзья погибшего. Рассказывают, после девяти месяцев службы начали получать от Едиля письма, в которых он говорил, что готов уйти из жизни из-за плохого достатка семьи. В том, что парень написал эти слова сам, все сомневаются. В каждом письме написано по-разному. В письме ко мне написано так, в письме к маме по-другому. Как будто разные люди писали. У него по школе, помню, почерк был плохой. Он мог буквы пропускать, соединять две в одну. А в письмах все ровно, четко, до каждой точки и запятой. Едиль так не писал. Мать утверждает, что на теле сына увидела синяки и ушибы. В том, что Едиля убили, у нее нет сомнений. А вот командир войсковой части, который сопровождал тело, уверяет, у парня были проблемы со здоровьем. Он часто падал в обморок. Ему как будто не хватало кислорода. Это было в последний месяц. Он даже ездил в Актау в госпитале и получал там лечение. При загадочных обстоятельствах погиб в апреле 19-летний срочник из Казалардинской области. Улукбек Бердишев служил в Меркенском районе Жамбылской области и внезапно пропал без вести. Нашли его уже в Кыргызстане, повешенном на скале. Уголовные дела завели сразу в двух странах. Стали известны результаты экспертизы. Согласно заключению, в мышцах погибшего обнаружили этиловый спирт и морфин. Однако родственники категорически отказываются принимать такую правду. Мы ждали экспертизу два месяца. Выявили, что Улукбек якобы употреблял героин. Еще в крови нашли спирт. Обвинили только Улукбека. А остальные все не виноваты. И теперь сидят молча. Граница – это стратегический объект. Как могли туда попасть наркотики и спиртные напитки? Мы не верим в это, потому что Улукбек не курил. Просим правительства все проверить и расследовать справедливо. Просим проверить заставу. В Министерстве обороны попросили не делать преждевременных выводов и не винить в участившихся смертях солдат только армию. Я, как министр обороны, в первую очередь, я бы хотел выразить слова личные, соболезнования всем родителям, потерявшим своих сыновей. Но давайте не во всем будем винить армию. Давайте разберемся в причинах. Почему? Потому что это комплекс проблем. Ведь, понимаете, еще раз хотел бы вам сказать, что к нам приходят люди, молодые ребята с уже устоявшимся мировоззрением. Эксперты признают, достичь нулевой смертности в армии – задача не из легких. Даже когда проходят крупные какие-то учения в мирное время, всегда есть определенный процент травмированных, раненых и даже бывает убитых. То есть потери в мирное время, они были, есть и будут. Это армия. Пресловутые потери из-за дедовщины, связанных с ними суицидами и так далее. Вот это те вещи, с которыми нужно, конечно, бороться жестко, спрашивать с командиров. Полковник Жумабеков считает, развивать армию нужно по-другому. Говорит, в боевых условиях от срочников никакого практического толка все равно не будет. Поэтому и необходимости в долгой службе тоже нет. Армия с большим количеством срочников, либо вчерашних срочников, воюет неэффективно. То есть это дети практически, у которых оказалось в руках оружие. Нам нужно стремиться все-таки к такой армии, которая будет, может быть, и немногочисленная, как бы в постоянной готовности. Как, допустим, в армии Соединенных Штатов. Там есть Национальная гвардия Соединенных Штатов. Она выполняет совсем другие задачи, чем у нас. И военнослужащие там призываются регулярно. То есть, вот представьте, 48 раз в году их привлекают. Общественники же считают, что армия должна быть добровольной. А завлечь туда парней можно, например, хорошей зарплатой. Сейчас в армию идти никто не хочет, потому что армия ничего не дает. Если раньше она что-то давала, если раньше оттуда встречали как героев. Сейчас она ничего не дает. Они считают, что они потеряли этот год. Какие изменения грядут в Казахстанской армии, пока неизвестно. В Министерстве обороны сначала создадут рабочую группу, которая, в свою очередь, создаст некую программу нулевой смертности среди военных. Обещают совсем этим, правда, не затягивать. И первые детали выдать уже в конце следующей недели. Алтамин Дебаева, Виктория Савельева, Иржан Иркембеков и Мурат Шеносилов. КТК.